Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии директор университетского лицея, заведующий кафедрой факультета довузовского образования и профориентации Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кеврача Амосова Милана Федотова. Милана Егоровна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. Вот буквально сегодня в Якутске уже завершает свою работу научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Вас как опытного координатора конференции, наверное, уже сложно удивить какими-то работами, но тем не менее нельзя не спросить, какие работы вам этого года запомнились больше всего и которые заслуживают особого внимания. Хорошо. Надо сказать, что да, действительно в этом году было заслушано очень много докладов. Это 1146 докладов, приняли участие 1245 учащихся. Все доклады были очень интересными, очень многогранными. И говорить о том, что не было интересных работ, это неправда. Были очень интересные работы, достойные работы. И, конечно, хочется отметить несколько работ, которые я вот сейчас озвучу. Например, нам очень понравились работы, которые представили учащиеся из Амгинского улуса, из Тампонского, из Чуропчинского, Горного, Абыйского. Если привести пример, из Амгинского лицея была замечательная работа про физико-химические показатели некоторых озер бассейна реки Амга, которую представила Шестакова Мария Ефремовна по секции экологические науки. Хочется отметить работу ученицы Крисхальджайской школы Поповой Айгеланы, регистрация сигналов грозовых разрядов на территории республики Саха-Якутия. Также хочется отметить работу из Абыйской гимназии, Белогорской гимназии Николина Арияна Валияновича. Карта археологических объектов Абыйского улуса, это уже по секции исторические науки. Замечательная была работа из Амгинской школы Тампонского улуса, Ахлопкого-Аяла, роботизированная теплица в условиях Крайнего Севера. Из Горного улуса из Безгистягской среднеобщеобразовательной школы Лукина Анатолий и Максимов Николай представили замечательную работу Орни-Фауна Лены Вилюйского-Междуречия по следам биологического отряда Бианки. Также, конечно, хочется отметить работу из Чуропчинского улуса по педагогическим наукам. Это вот Севцев Санислав представил работу «Дорожная карта подготовки к будущей профессии». Работ было очень много, еще раз повторяю, 34 подсекции. В каждой подсекции был ряд уникальных, очень интересных, современных и перспективных работ. Вы сказали, что докладов было 1400, да? Нет, 1100. 1100 докладов. По каким секциям происходила работа и основные подсекции? Секции у нас было заявлено 12, а если с подсекциями, то 34. Традиционные секции – это у нас получается математика, физика, химия. По секции биология, например, у нас отдельно идет биологическая, ботаника, зоология, экология, науки о земле. И, значит, надо отметить ГИС-технологии. Это вот новая секция, да, которая называется «Геоинформационная система, зондирование земли и управление через беспилотные летательные аппараты». Также у нас были секции, которые связаны с программированием и алгоритмами. Традиционно у нас есть секция, связанная с искусством. Туда входит искусствоведение, культурология, подсекция «Мода и дизайн», декоративно-прикладное искусство. Также у нас есть секции по психолого-педагогическим наукам, по экономическим наукам, по спортивной науке и здоровому образу жизни. Есть у нас подсекция по безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. Есть уникальные секции, которые такие междициплинарные. Это по североведению у нас. Достаточно обширный перечень секций, но якутскую молодежь, наверное, в нашей республике, больше какая секция вовлекает? Есть какие-то данные? Что их больше всего интересует? Да, конечно. Надо сказать, что именно по всем этим, по 34 секциям было работ очень много. Но наиболее большое количество работ традиционно у нас было подано на исторические секции, на секции, связанные с биологией, экологией. Были поданы работы. И, конечно же, у нас всегда очень много работ по декоративно-прикладному искусству. Есть работы и по физике. Вот те работы, которые ребята защищали, нельзя также не спросить, имеют ли они какую-то перспективу в дальнейшем своего развития? Да, конечно. Они имеют в будущем перспективу. У нас есть работы, которые носят именно научный характер. Это может дальше служить точкой для того, чтобы наши дети в будущем начали на уже более глубоком уровне изучать ту или иную науку. Это первое. Второе. Есть у нас работы, которые можно действительно применять на практике. Мы говорили о том, что у нас в этом году новая подсекция открылась по геоинформационным технологиям. И, например, там были представлены работы, которые позволяют при помощи дистанционного зонирования Земли, например, дать прогноз возникновения лесных пожаров. И причем работа, например, Степанова Павла говорила о том, что такой прогноз можно при помощи снимков с космоса сделать. И его прогноз примерно на 60-70% выполняется. Вот даже вот такие. Это действительно прикладные работы, которые нужны. Ну вот за 22 года работы конференции можно ли выделить более громкие работы, которые сейчас как раз таки реализуются, о чем мы говорили? Работ очень, я как говорила, очень много. Да, действительно, наши участники конференции «Шаг в будущее», некоторые уже стали докторами наук, кандидатами наук, надо сказать, да, достигли, ну, в своей профессии определенных высот, определенных высот. Я хочу подчеркнуть о том, что это конкурс научных работ. И, конечно же, больше всего мы ценим научность этой работы. Конечно, не все работы могут иметь чисто прикладное значение, да, но есть и работы прикладного характера. Это, конечно, допустим, мода и дизайн, декоративно-прикладное искусство, да, по техническим наукам, по научно-технической выставке, да. Ну, вкратце, да. Ну, а по каким, кстати, критериям оцениваются работы, раз уж мы о них заговорили? Хорошо, да. Конечно, обязательно мы смотрим, чтобы работа соответствовала, содержание работы соответствовало теме исследования. Надо, чтобы логика работы, научная работа была выполнена, чтобы действительно цель соответствовала задачам исследований, методам исследований, чтобы работа была полна, и когда ребенок защищает работу, чтобы было видно, что это работа действительно ученика, что эта работа имеет какую-то новизну, актуальность, чтобы ребенок хорошо ориентировался в предмете, объекте, методах, которые он использовал при выполнении данной работы. Конечно, при защите учитывается внимание на презентацию работы, да, как он, как эта работа подается, на выступление, как ребенок отвечает на вопросы. Конечно, все эти моменты учитываются. У нас традиционно проводится в два этапа. Первый этап защиты у нас идут стендовые защиты, постерные защиты. Они у нас были проведены 9 числа, в этом году в Триумфе были проведены. Это когда ребенок в течение трех минут должен множество экспертов, например, один, не только один раз, а два, три, четыре раза рассказать, вкратце свою работу, показать актуальность, достоинство, чтобы он мог отобраться на второй этап, на секционные выступления. Секционные выступления проходили вчера. Это когда уже именно по данной подсекции работы выслушивает экспертная комиссия под руководством академиков, докторов наук. Вот нововведением этого года, оно хоть и не несло, наверное, больших корректив, потому что оно уже применялось, это введение защиты работ на английском языке, только если раньше это было как факультативным, наверное, больше, то теперь оно стало более обязательным. Вот можете рассказать об этом нововведении? Да, действительно, конкурс представлений защиты научных исследований на английском языке существовало давно. По-моему, с 2000 года это у нас уже было. Но если раньше это был конкурс по желанию, да, отдельно мы говорили о том, что будет защита на английском языке, и принимали участие все желающие. В этом году, в отличие от всех предыдущих лет, защиту на английском языке прошли буквально-таки все учащиеся. То есть первый день до обеда стендовая защита у нас была на английском языке. И вот более тысячи работ эксперты, это преподаватели Северо-Восточного федерального университета, Институт зарубежной филологии, они проделали колоссальную работу, выслушали каждого ученика и составили рейтинг по конкурсу иностранных языков. По этому конкурсу у нас получилось 40 призеров и победителей. Это у нас получается 15 победителей и 25 призеров. Конечно, в первую очередь они будут являться кандидатами для международных интеллектуальных игр, которые будут проводиться у нас в городе Якутске летом до этого года. И также кандидатами в международные конкурсы, проекты, которые реализует Малая Академия Наук нашей Республики и Министерство образования и науки. В первую очередь для этого. Также надо сказать, что конкурс английских языков будет позволять нашим детям участвовать в различных международных тоже конкурсах. Милана Егоровна, ну что можете посоветовать тем ребятам, которые в дальнейшем хотят принять участие в вашей конференции? На что при подготовке им в первую очередь стоит обращать внимание? На самом-то деле я хочу сказать, что самое главное для того, чтобы принимать участие в конференции «Шаг в будущее», нужно большое желание. Нужно большое желание ребенка, нужно желание учителя и поддержка, конечно, родителя. Только вот если тандем из ученика, родителя и, скажем так, учителя может дать результаты. Если ребенок хочет выступать на конференциях, надо, конечно, в первую очередь обратиться к своим учителям. Тогда учитель может помочь найти ребенку тему исследования, а потом и найти научного консультанта. Большую работу по научно-исследовательской работе оказывает Малая Академия Наук. Можно зайти на сайт Малой Академии Наук и во вкладке «Научно-исследовательская работа». Просто найти те мероприятия, на которых надо участвовать. Очень коротко. Конференция уже 22-я по счету с 1996 года. Насколько она видоизменилась? Конференция, конечно же, меняется, трансформируется. Если раньше объем был не такой большой, то сейчас вы видите уже и секции стало больше, и нововведения, как конкурс обязательно на английском языке. И появляются новые секции, появляются новые направления. И надо сказать, что наши дети с каждым годом развиваются таким образом, что я вчера слышала доклад ученика 5 класса и была поражена, как она выступала, как она одержалась. Наши дети очень хорошие. Игорь Негода, большое спасибо за то, что приняли участие в нашей передаче. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был директор университетского лицея, заведующий кафедрой факультета довузовского образования и профориентации СФУ. Милана Федотова, оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех последних событий. Удачного вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok